привет всем привет всем с вами доктор сегодня у нас анализ сегодня мы лечим рулетку я в 2018 году делал такое видео где производил полный анализ выпадения каждого из призов посмотрев последнее видео у галактуса большой привет увидел и пришел к выводу что выпадение приза вообще зависит чисто от персонажа при этом есть шанс все-таки выпадение каждого предмета в процентном соотношении вот об этом мы сейчас и поговорим вот давайте начнем разборчик на заднем фоне у меня видео это прислал элэддон или мура сами привет чувак в общем у человека 660 тысяч торнов и соответственно в течение двух часов этот человек то есть выкручивал и тратил свои рубины на перекрут основных призов в общем все что вы видите дальше будет производиться полный анализ я не стал делать весь по потому что на 660 тысяч ребята надо примерно где-то около десяти часов анализа ну потратив свои короче четыре часа анализа и сбора данных по хотя бы 100 тысячам кредитов я начал сравнивать два колеса то есть соответственно у одного игрока который не перекручивал за рубины и 2 который перекручивал за рубины и что из этого получилось сейчас посмотрим заранее скажу я обрадую вас что за 660 тысяч не выпало ни одного приза что у одного что у второго так что везение это чисто от персонажа ну и на заднем фоне я что-нибудь там интересное запущу именно по хорошим выпадением а так переходим к анализу и так для анализа мы будем использовать программу который работает с большим количеством данных соответственно мы переходим microsoft и будем работать в excel и и так для всего получается анализа я выбрал 250 тысяч торнов 100 прокрут соответственно с этих 100 прокрутов ну то есть выпадали призы и я постепенно постепенно записывал в их таблице поверьте мне ушло у меня очень много времени на это все не буду говорить это больше четырех часов и так в конце мы получаем ребят главный приз не выпал ни один за 660 тысяч я после просмотра всех видео я не выпал ни один главный приз это не значит у человека выкачаны главные призы это значит что он просто не выпал простите хотел поматериться но сдержался я понимаю как его бомбила но он отписался техподдержки на что получил ответ ребята о том что формат рулетки в работе так и задуман обязательно прикреплю вам на весь большой экран ребята screen то есть можете остановить на паузы и почитать ну если честно это большая огромная отписка о том что существует косяк в рулетке вообще я за то чтобы человеку начислять хотя бы один главный приз со 100 тысяч прокрученных торнов я хочу видеть шкалу заполнение выпадения главного приза чтобы не было такого что у тебя всегда был вонючий рэндом бесконечный с этим надо постепенно бороться потому что иначе эта таблица вообще просто будет бесконечно разрастаться а эффекта не будет простите меня тоже очень сильно бомбит но это совершенно по другой теме я буду на нее делать ребят я на нее собираю еще данные и так в общем человек делал упор на перекрут и и в конце концов он получает самые жирные ребята это призы в общем получилось куча пайков получилась а куча боев и соответственно получилась а куча энергетиков меньше всего то есть человек хотел шоу вместе все хотел генетики все перекручивалась одно смысл состоял в том что в конце концов все это прошло это небольшие данные вот в конце вы видите ребят это сколько вообще он получил соответственно всего за ну скручивание всех 660 тысяч бедный мурасави блин не тебе жаль брата мне тебя честно вот честно со своими проблемами мне тебя очень сильно жаль я вот я на твоей стороне будут тоже писать короче в техподдержку конечно мне тоже будут отписки определенные но я хочу узнать алгоритм потому что алгоритм это самое главное что надо менять в этой игре ссылочку на таблицу ребят выгруженную я обязательно оставлю внизу чтобы вы могли сами посмотреть все потрогать пальчиками если хотите переходите а теперь сравнение и так после большого анализа я сделал вот такую ребят диаграммочку эта диаграмма соответственно показывает процентное соотношение о том сколько выпадал какой приз в каком со каком короче процентном соотношении от всего количества призов то есть у вас колесо считается сто процентов соответственно смотрите если мы выбираем по таблице соответственно 111 то количество пайков выпадаемых занимает 11 процентов от общего количества то есть вы scratch скручиваете 250 тысяч торнов мы вы перекручиваете и у вас шанс выпадения пайка соответственно в каждом перекруте то есть вот у вас выпадает 10 призов и каждый из призов которые есть соответственно него выпадает кость то есть берется обыкновенная там ну так скажем брендомная система и она постоянно выбрасывает числа то есть и вот смотрите допустим число от 1 до 2 это главный приз потом дальше число от 2 допустим до до 8 это приз допустим кредиты и так далее и так далее то есть соответственно колесо заполняется то есть если у вас выпадает допустим 28 цифра 28 то это сто процентов получается по этому колесу у вас выпадет ну так так погоди 33 33 33 это грэмми вот вот примерно вот так вот вот если вы с этим не согласны сразу говорю пишите в комментариях я очень люблю расчет я пять лет отучился на математическом университете и я точно прекрасно знаю что вот этот трендом который вы сейчас видите да он разный в связи с тем что получается каждый раз бросаются кости то есть если один человек за 25 тысяч торнов может вытащить 5 главных призов а второй ничего не может вытащить это значит рендом работает всегда всегда бесконечно но именно для мура сами рендом идет вот в таком соотношении то есть получается у него выпадение допустим тех же самых пайков то есть 11 процентов а вот а вот еще кстати 102 102 102 102 102 это бои у него тоже вот смотри у него раз два три 4 три 4 больших сектора это выпадение у него призов со всей рулетки ну а сейчас после того как это посмотрели небольшой анализ я сделал в общем ссылку на документ ребята оставлю в описании посмотрите напишите что вы об этом думаете а это 2018 год ребята смотрите там вы заметили до выпадения боев выпадения соответственно пайков до выпадения энергетиков основная структура но есть у меня запись прошлого года где человек скручивал 100000 торнов делал точно такой же анализ но здесь одна оговорка он не перекручивал то есть соответственно это чистый рендом которым заложен сама сама схема получается музвара и здесь прямо наглядно видно что самое большое количество выпадения это кредиты от кредиты больше всех перекручивать поэтому человек потратил 1200 рубинов вот здесь вот вот чтобы выкрутить эти кредиты и все равно у него получается их выпало 40 это 4 процента это из-за перекрутов здесь человек не перекручивал и смотрите их 60 соответственно то есть это 14 процентов просто колоссальное количество ну и дальше смотрите по этим ну я весь анализ я проводить не буду потому что там и конфеты выпадают и холодильники выпадают у человека то есть бесконечное просто выпадение всякого шлака виде грэмми виде кредитов в виде конфеток короче вот такая система и они получаются если их складывать посмотрите 10 плюс 14 там плюс 11 плюс 11 но это из самых больших вот те которые есть это 4 сектор вы получите 50 процентов выпадения шлака того который в игре по сути валяется на складах и большинство людей просто не используются ладно это я короче очень сильно бомблю ну и давайте наверное перейдем к анализу потому что ну я не могу короче смотреть о том когда просто простые игроки просто реально они страдают страдают из-за чего из-за того что система не налажена то есть ладно ладно давайте канале за ну и давайте подведем итоги в общем в конце все вы видите это выпали куча випок выпала куча грэмми хотя человек как не хотел бои энергетики в общем целая гора всякого расхода но ни одного главного приза вообще это видео как раз и делалось из-за того что нужно создать обращение о том что мы хотим шкалу заполнения вот видели в санках шкала заполнения да она же простая идет увеличивается количество подарков и соответственно шкала двигается постепенно постепенно заполняя в конце концов ты получаешь трон то есть это же есть это схеме система работает значит и на торнах надо сделать так же если тебе со 100 тысяч не выпадает ни один главный приз пожалуйста будьте добры товарищи разработчики дайте этот главный приз просто человеку за то что он накопил 100 тысяч торнов да я понимаю что у многих там миллионы этих торнов что донаты там прям большими количествами круче ребят ну давайте решать уж правильно вопрос о том что не все донаты игроки простые тоже хотят играть они тоже хотят главный приз но почему человеку не выпадает а почему мне не выпадают золотой ключ ребят два ключа два за все есть 2019 год время декабрь два ключа вы что думаете у меня нет сложить такая же система просто тупо не везет то есть не понимаю то есть много что короче сказать но предлагаю конструктив ребят конструктив добавить шкалу обязательно создам тему на форуме будет ссылка внизу в описании пожалуйста пройдите поддержите эту тему потому что я знаю что если один человек попал в такую ситуацию второй человек попал в такую ситуацию следующий раз это будете вы и вы притом придете ко мне из будете говорить сергей ты говорил правильно а я говорю вам если сейчас вы не начнете ничего делать то вы в конце концов встанете в эту же ситуацию что и мы всем счастливо извините что бомблю но бомблю по делу как делать нормально нормально нереально у нас все нормально нормально нереально у нас встанет